Субтитры предоставил DimaTorzok Юбилейный пластик общим тиражом в 2000 экземпляров. В Самаре поступили в продажу новые транспортные карты. Управлять многоквартирным домом правильно. В столице региона продолжается серия семинаров в рамках проекта «Мой дом». Вынужденная мера для спокойствия и безопасности горожан. В Парке Победы отловили бездомных собак и определили их в приют. Когда отметят столетие российского джаза и как действовать, если украли деньги с карты? О чем пишут в телеграм-каналах городской администрации и профильных ведомств. Подготовка к новому сезону в разгаре. Баскетболисты Самары проводят контрольные матчи с будущими соперниками по единой лиге. В Самарской области разработают новый законопроект, который позволит в случае расселения жителей из домов, подлежащих сносу, не просто компенсировать им стоимость жилья по рыночной цене, но и выплатить разницу между этой суммой и реальной стоимостью жилья на рынке недвижимости. Идея нового законопроекта возникла после того, как началось строительство станции метро «Театральная» и появилась необходимость расселения домов по Галактионовской. Тему продолжит Виктория Шаре. Последняя заключительная станция на первой ветке Самарского метро «Театральная» нужна. С этим согласны в том числе и жители домов, попадающих под расселение из-за ее строительства. Задача областных и городских властей сделать так, чтобы, создавая удобство одним, не ущемить интересы других самарцев. Как это сделать, обсуждали сегодня на приеме граждан под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с участием представителей областного правительства и Самарской губернской думы. Под расселение попадают жители нескольких домов на Галактионовской. С представителями каждого строения областные и городские власти встречаются отдельно. В этот раз общались с жильцами 153-го дома, у которых особая ситуация. Два года назад стена жилого строения рухнула, здание признали аварийным, жильцов расселили. Но быстро восстановить дом было невозможно. Здание является объектом культурного наследия. Проект реконструкции утверждают на федеральном уровне. Пока проходила госэкспертиза, история получила новый виток. Все дома, расположенные по ходу строящейся ветки метро, подлежат сносу. 153-й, который охраняется государством, не снесут. Но жить в такой ситуации людям в нем нельзя. Жители готовы к переезду, причем рассматривают разные районы города. И сейчас ждут оценки стоимости их жилья. Эмоции, ну, их на самом деле за два года, который прошел с момента обрушения дома, их осталось не очень много. Скажем так, у нас уже не первый раз, когда это меняется ситуация по дому. То есть сначала то, что он будет снесен, потом то, что он будет восстановлен, то, что мы вернемся. Теперь то, что мы однозначно туда уже не вернемся. Поэтому на самом деле все ждали просто решения, что просто оно было. И все просто люди переехали, жили дальше спокойно. Вопросов у жителей в связи с переездом возникает немало. Те, кто проживал в квартирах 153-го дома по социальному найму, переживают, устроит ли их новое жилье с точки зрения транспортной логистики. Те, у кого в доме были собственные квартиры большого метража, опасаются их несправедливой рыночной оценки. Безусловно, вот с каждой семьей надо индивидуально прорабатывать. Потому что где-то речь о малолетних детях, где-то есть инвалидности. Договорились, что сегодня представитель подрядчика еще раз посмотрит оценку всех квартир, которые есть в этом доме. Посмотрит, какие были упущения. Вот вы слышали, что люди жалуют, что риэлтор не зашел в квартиру, не посмотрел по факту. И сомневаются в профессиональной оценке их имущества. Ну и, конечно, проговорили о том, что если люди не согласны, что мы должны в обязательном порядке пройти судебные инстанции, чтобы поставить точку и чтобы люди уже понимали свои права. Но самое большое беспокойство областных городских властей вызывают те жители, в собственности которых небольшое количество квадратных метров жилой площади. Есть и те, кому принадлежит не более 3-7 метров. В соответствии с недействующим федеральным законодательством они могут получить компенсацию по рыночной стоимости жилья. Но ее явно недостаточно, чтобы приобрести хорошую квартиру. Поэтому областные власти инициировали новый закон, который позволит исправить ситуацию. Губернатором Дмитриевичем Мазаровым, как секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», было поручено фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе разработать такой подход, чтобы в таких ситуациях имела право и возможность Самарская область в лице правительства выплачивать разницу в стоимости между той выплатой компенсации, которая положена, и до той суммы, которая позволит приобрести реально жилье. Согласно законопроекту, Самарская область будет выплачивать разницу в стоимости между суммой компенсации, которую выплатят жителям, и стоимостью будущего жилья. По поручению губернатора нашего секретаря и нашего регионального отделения партии «Единая Россия», наша фракция сейчас разрабатывает наш региональный законопроект для того, чтобы они могли приобрести себе достойное жилье. В ближайшее время новый законопроект будет рассмотрен на комитете Самарской губернской думы, и его примут. Средства на его реализацию в областной казне есть. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В Самаре поступили в продажу юбилейные транспортные карты. Они посвящены 35-летию Самарского метрополитена и 80-летию троллейбуса. Карты выпустили в преддверии празднования Дня города, общим тиражом 2000. Юбилейный пластик рассчитан на поездки с оплатой по безналичному расчету – 32 рубля за одну поездку. Карты можно найти в почтовых отделениях и офисах продаж – на Мариса Тореза 67А в здании Департамента транспорта, а также в офисе на Фрунзе 70. Пункты продаж работают с 9 до 18 часов. Кроме того, офис в здании Дептранса в субботу работает с 10 до 14 часов. Во всех указанных подразделениях, а также через сайт объединенной транспортной карты и банковский онлайн-ресурс можно пополнить проездное на любую сумму и расходовать средства по мере необходимости. Лимитированные транспортные карты принимают во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах, в метрополитене, а также в электричках. Второй год подряд при поддержке городских властей и по инициативе губернатора Дмитрия Азарова для управляющих многоквартирными домами проходят семинары «Мой дом». Жителям рассказывают, с какими проблемами приходится сталкиваться, занимаясь коммунальными вопросами и как их решать. На одном из таких семинаров в промышленном районе города побывала Светлана Кудрявцева. Правовая помощь, содействие активным жителям, повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и всех активных жителей промышленного района Самара провели обучающий семинар «Мой дом». В прошлом году этот проект инициировал губернатор Дмитрий Азаров. В этом году на обучении подробно рассказывают о системе ГИС ЖКХ, законе о тишине, который действует в Самарской области. А сами активные председатели советов МКД делятся опытом управления многоквартирными домами. Безусловно, это важно, потому что даже сегодня нам пришлось задействовать ДК «Победа», потому что много желающих появляется, и с каждым семинаром все больше и больше. Сегодня у нас собралось порядка ста человек, председателей ТСЖ, ТСН и старших по домам. Со своими злободневными вопросами, проблемами, проблемами благоустройства дворов, проблемы с взаимодействием с управляющими компаниями, проблемы по ремонту своего жилого фонда. Люди зачастую не знают, как правильно написать обращение, куда обратиться с той или иной проблемой. И вот данные семинары как раз призваны эти пробелы восполнить и научить наших граждан ориентироваться в сфере ЖКХ. Полученные знания позволяют самарцам повышать свою компетентность и ориентироваться в структуре жилищного законодательства, а также плодотворно работать с ресурсоснабжающими организациями, фондом капремонта и ГЖИ, представители которых тоже регулярно присутствуют на семинарах. Председатели и управдомы узнали подробнее о системе ГИС ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммуналку, передавать показания приборов учета, отслеживать работу управляющих компаний, проводить голосование собственников онлайн. Это упрощение работы, это ближе мы идем к населению, люди реально чувствуют и понимают, что они принимают участие. Это делается прозрачностью, безопасностью в голосовании. И опять же мы не тратим время, но отвезти в ГЖИ мы можем автоматически это выкладывается, тот же самый протокол. На предыдущем семинаре было много вопросов и по неживанию, и по ГЖИ, и по голосованию. Получили в полном объеме и все решили вопросы. Для участников семинара организаторы подготовили наглядный материал. Каждому выдается рабочая тетрадь председателя МКД, где можно найти ссылки на нормативно-правовые акты в сфере ЖКХ и бланки образцов заявлений. В Самаре также продолжает работу бесплатный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей советов многоквартирных домов, по которому все желающие могут получить консультацию, записаться на семинар или оставить обращение. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В канун дня города в Самаре появился новый сквер. Обновленная локация находится на Ташкентской 170, недалеко от больницы Середавина. Кроме зоны отдыха для горожан здесь появились детская и спортивная площадки. Как преобразилось общественное пространство, увидели наши корреспонденты. Праздничным концертом и мастер-классами в Кировском районе Самары в канун дня города открыли сквер на Ташкентской 170. О новом общественном пространстве местные жители мечтали не один год, рассказывает Лариса Казаченко. До этого на неблагоустроенной территории располагались незаконные постройки, в том числе гаражи. Самарцы решили принять участие в программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект будущего сквера разрабатывали при поддержке районной администрации и департамента городского хозяйства и экологии. В итоге получилась качественная зона отдыха и развлечений. Совсем по-другому начала звучать территория. У нас уже сейчас даже есть определенные с жителями наработки сделать вот здесь вот аллею памяти. У нас очень много было участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. И как бы хочется озеленить теперь уже этот сквер именно благородными какими-то сортами деревьев, за которыми мы хотим ухаживать. Хотим, чтобы наш сквер приобрел еще более красивый вид, еще более значимым, удобным стал для жителей. Сквер протяженностью 200 метров занял площадь почти в половину гектара. На этой территории разместился спортивный городок, турники и стена для скалолазания. Дополнили общую картину качели и оригинальные фонари. Также были установлены скамейки и лавочки. За содержанием и порядком обновленной локации будут следить спецремстрой «Зеленхоз» и неравнодушные жители города. Инициатива граждан была уже давняя. На этой территории сделать сквер. Инициатива была поддержана в городе. Ее включили в состав общественных территорий. После этого пошла реализация в рамках голосования. Департамент городского хозяйства им спасибо. Они подготовили такой проект красивый. Еще одно общественное место, место отдыха. Оно связано с больницей Середавина. То есть люди будут просто рады. Проезжают сюда своим родственникам, знакомым, которые проводят время на лечении. И здесь есть время для того, чтобы хотя бы немножко как-то отдохнуть, встретиться, поговорить. Новый сквер уже облюбовал уместные детвора. Для молодежи старшего поколения обновленное пространство также стало местом притяжения для культурного и комфортного отдыха. Напомним, сквер по улице Ташкентской занял второе место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий города, который проходил в период с 26 апреля по 30 мая этого года на единой государственной платформе за.городсреда.ру. За обновление сквера проголосовали почти 25 тысяч человек. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Самарцы смогут поболеть за учителей в телевизионном конкурсе. На федеральном канале состоялась премьера первой на российском телевидении профессиональной игры педагогов передачи знаний. Сезон будет состоять из 16 выпусков. В конкурсе примут участие 32 команды педагогов из разных регионов России. Их капитаны – финалисты всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Участники ответят на вопросы из различных областей знаний, выполнят лабораторные работы, поучаствуют в спортивных состязаниях, продемонстрируют эрудицию, смекалку и ловкость. Подсказывать педагогам будет министр просвещения России Сергей Кравцов. Далее о других темах этого дня. В России стартовала программа промышленной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Льготные кредиты по ставке 5% будут выдавать предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства. Для технологических компаний ставка составит 3% годовых. Максимально возможной суммой будет 500 миллионов рублей. А выдавать такие кредиты станут на 7 лет. В тарифы ЖКУ предложили включить стоимость и установку газоанализаторов, а также обслуживание приборов и другого газового оборудования в квартирах. Такой законопроект в Госдуму планируется внести в ближайшее время. В случае принятия документа во всех газифицированных квартирах появятся такие приборы. Их будут устанавливать в рамках очереди. При утечках газоанализаторы автоматически отключают голубое топливо или громко сигнализируют АЧП. Установку приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома. АвтоВАЗ не будет возобновлять выпуск автомобилей Lada X-Ray. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, производство не будут возобновлять, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, который используется в данном автомобиле, заблокирован для поставок. Топ-менеджер компании добавил, что весной следующего года планируется возобновить в Торьяте выпуск автомобилей Lada Vesta на собственной платформе завода. На рубеже 2022-2023 годов автопроизводитель планирует восстановить сборку Lada Largus. В Самарской области идет дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Он предназначен для тех, кто не проходил итоговую аттестацию в основной период проведения экзаменов по уважительной причине, а также для выпускников, получивших неудовлетворительные результаты. Первый экзамен «Аттестация по математике» прошел 5 сентября. Испытания продлятся до конца месяца. 8 сентября можно сдать русский язык, 12-го – биологию, географию, историю, физику. 15 сентября – иностранные языки, общество знания, литературу, информатику, химию. С 22 по 24 сентября установлены резервные дни. Власти Японии с 7 сентября разрешили въезд в страну российским индивидуальным туристам и отменили требования об обязательном прохождении ПЦР-тестирования при наличии сертификата о трех прививках. О смягчении ограничений сообщается на сайте туроператоров России. Теперь путешественники могут посещать страну восходящего солнца не только в составе туристической группы, но и самостоятельно по путевке. Ее стоимость с заездами в конце октября и в ноябре – от 230 тысяч рублей на двоих. В сумму включается 9-дневное проживание в отеле. Авиабилеты оплачиваются дополнительно. Военные представители ветеранских организаций и жители города беспокоятся о судьбе здания, расположенного по адресу Московское шоссе 24. Чтобы обсудить его будущее, люди обратились к депутату Государственной думы Александру Хинштейну во время личного приема граждан. Они рассказали парламентарию, что здание признали аварийным. Теперь его нельзя занимать до тех пор, пока не будет проведен капитальный ремонт. Военные обеспокоены тем, что строение могут снести, а территория будет застроена. Поэтому они просят признать дом объектом культурного наследия. Александр Хинштейн отметил, что строение находится в собственности Министерства обороны, поэтому никакой застройки на этом участке не будет. Чтобы признать здание объектом культурного наследия, не хватает оснований. А даже если это и получится сделать, то тогда стоимость ремонта многократно увеличится. Поэтому, как считает депутат, лучше сделать капитальный ремонт и вернуть в здание штаб 76-й дивизии ПВО. Мне кажется, здесь должен быть путь другим. А именно, нужно дождаться возвращения командующего оттуда, где он сейчас находится, потому что без него это решение вряд ли кто-то примет. Я готов сам с Александром Павловичем переговорить. И учитывая, что он адекватный, разумный руководитель, ему просто объяснить всю эту ситуацию. Что есть хорошее и, по сути, неубитое здание, которое можно отремонтировать, давайте его отремонтируем и давайте туда вернем штаб дивизии. Собака бывает кусачей. В Самаре местные жители все чаще жалуются на стаи бродячих животных. Сегодня в Парке Победы бездомных четвероногих начали отлавливать. Специалистам помогал отряд волонтеров. Куда определяют беспризорных псов, выясняли наши корреспонденты. Услышать лай собак в Парке Победы до сегодняшнего дня можно было часто. Здесь обосновалась стая бездомных животных. Обычно их можно встретить на строительных площадках или стоянках, но порой в поисках пропитания животные выходят на многолюдные улицы города и места отдыха. Не все местные жители такому соседству рады, ведь здесь гуляют с маленькими детьми. Агрессивное животное может не только сильно напугать ребенка, но и укусить. Сегодня на территории парка провели отлов собак. Процедура непростая. Найти подход к четвероногим помогают волонтеры. Добровольцы уверены, эти псы не представляют опасности для окружающих. Наоборот, им нужны забота, любовь и внимание. Собаки, которые здесь у нас, мы курируем их 4 года, добрейшей души собаки. Но проблемы существуют, да, есть люди, есть недовольные люди, люди с детьми, боятся. Конечно, будем продолжать лечить, продолжать ездить туда, куда их сейчас заберут. Методы отлова исключительно гуманны. Если собаку не сразу удается поймать, то вводится щадящее снотворное. После животное может бегать до 20 минут, пытаясь спрятаться. Далее его погружают в фургон и увозят в приют. Мы поговорили с волонтерами, приняли совместное решение о том, что собаки будут определены в приют на длительное проживание, пока им будет подыскиваться подходящий дом. Сделали будки утепленные, вот и сейчас буквально вторую собачку будем загружать. Отлов происходил гуманно, с применением седации. Подобные рейды в общественных местах проводить необходимо для спокойствия и безопасности горожан, подчеркивает подрядчик. К тому же, таким образом, можно защитить бродячих животных от действия дугхантеров, которые намеренно разбрасывают отраву на улицу города. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Традиционный джазовый фестиваль «Самара Open Jazz» откроет концертный марафон, посвященный празднованию Дня города. В пятницу, 9 сентября, в 17.30 на склоне Площади Славы лучшие джазовые музыканты страны представят самарскому слушателю голоконцерт к столетию российского джаза. Проект от Калининграда до Сахалина. Среди выступающих есть и легендарные имена. Народные артисты России Игорь Бутман и Данил Крамер, Вадим Эллингрик со своим бэндом и многие другие. Помогать им будут самарские музыканты и органное трио Института культуры. Отметят в этот день и 60-летие самарского джазового движения. На эту тему открыта выставка в Струковском саду. Все участники концерта станут гостями этой интерактивной площадки, где познакомятся с историей музыкального направления на Волжских берегах. Мы специально подготовили много интерактивных объектов, интересных стендов, посвященных личностям джаза, местам джаза и центрам кристаллизации джаза, обучения именно в Самаре. Я думаю, что это будет интересно нашим гостям. И хочется, чтобы об этом наследие джазовым знало как можно больше горожан, знало как можно больше жителей России, чтобы они могли приезжать в Самару именно как в джазовый центр. Самарские команды готовятся к старту нового сезона. Баскетболисты Самары проводят контрольные игры в Москве, а хоккеисты ЦСКА ВВС отправились в набережные Челны для проведения спаррингов. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Баскетболисты Самары готовятся к новому сезону, который команда впервые проведет в высшем дивизионе страны – Единой лиге. Первый матч в Алжане сыграют в начале октября, а пока спортсмены проводят контрольные игры в Москве против будущих соперников по чемпионату. Первый предсезонный матч самарцы провели против лидеров российского баскетбола – столичных армейцев. ЦСКА победил 88-78. Во второй игре самарцы уступили команде МБА 67-92. Ближайшие выходные Самара сыграет в Нижнем Новгороде на предсезонном кубке Хайреддинова. Хоккеисты Тольяттинской «Лады» стартовали в БХЛ «Кубок Шелкового пути». В первой игре автозаводчане на выезде сражались против ангарского «Ермака». Счет во втором периоде открыли хозяева, но игроки «Лады» переломили ход встречи в третьем игровом отрезке. Сначала Никита Анаховский сравнял счет, а затем Иван Романов, реализовав большинство, принес «Ладе» победу со счетом 2-1. А хоккеисты ЦСКА ВС будут играть в первенстве Всероссийской хоккейной лиги. В соревновании примет участие пять команд. На первом этапе соперники проведут по 8 матчей между собой. Открывая чемпионат, самарцы будут на домашнем льду четырьмя матчами против «Челнов». Игры пройдут 17, 18, 20 и 21 сентября. А пока в рамках подготовки к новому сезону ЦСКА ВС проведут два контрольных матча с этим же соперником. Первая всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов подходит к своему завершению. На данный момент завершились соревнования по 48 из 53 зачетных дисциплин. Сборная Самарской области в своем активе имеет 30 наград, по 10 каждого достоинства и занимает шестое место в неофициальном медальном зачете. Впереди остались отдельные виды программ по спортивной гимнастике, прыжкам на батуте, легкой атлетике, художественной гимнастике и серфингу. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В день города на набережной пройдут фестиваль фитнеса, выставка сделана в Самаре и программа «Народы по Волжье». Информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Фестиваль фитнеса откроется 11 сентября в 10 часов утра на Чкаловском спуске второй очереди набережной. На главной сцене пройдут показательные выступления по КП «Эйро» бальным танцам бодибилдингу. Гостей ждет открытый урок по зумби, а на набережную бассейна «ЦСК» с 10 утра начнет свою работу выставка «Сделано в Самаре». Местные предприниматели представят свои товары, проведут мастер-классы, разыграют сувениры, приглашаются все желающие. В телеграм-канале Куйбышевского района рассказывают, как быть, если деньги с банковской карты украли мошенники. Первое, что необходимо сделать – заблокировать ее. При помощи мобильного приложения, по номерам телефона банка, в личном кабинете на сайте финансовой организации, либо в отделении банка. Для того, чтобы обезопасить деньги, которые хранятся на счетах, ни в коем случае нельзя никому сообщать номер карты, трехзначный код, логин и пароли, а также помнить о том, что банк не компенсирует потери, если вы нарушили правила безопасности. Будьте внимательны и осторожны. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий граждан Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки предоставляет компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Подробно о выплате рассказывает начальник отдела организации социальных выплат Юлия Мельникова. Посмотреть видео можно в телеграм-канале ведомства. В Самарской области продолжают работать пункты отбора на военную службу по контракту, где можно будет получить всю необходимую информацию и записаться в Самарский батальон, сообщает в телеграм-канале Кировского района. В заключившем контракт предусмотрена единовременная региональная выплата, а также гарантированы все льготы и социальные гарантии, перечень которых можно узнать на официальном сайте Министерства обороны России в разделе «Соцгарантии». Записаться в именной Самарский батальон можно по телефонам, указанным на экране. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok